Истец требует компенсации морального вреда. Ответчик иск не признает, заявляет, что ничего плохого не сделала. Слушание дела по иску Антоненко к плединой. Открыто. Ваша честь, я очень обижен моей гражданской женой, потому что она начала искать для меня любовницу. Большинство мужчин этому были бы рады. Я поясню. Я очень сильно обижен и оскорблен. И требую от нее компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Мы уже 9 лет как живем вместе, и практически с первого же дня меня с ней беспокоило практически полное отсутствие интимной жизни. раз в неделю, ну, это моя норма, но не раз в месяц, а последнее время, ну, раз в три месяца. Поймите меня правильно. Поймите, я не какой-то павиан, я непохотливый опоссум, я нормальный человек. Но это просто меня очень сильно напрягало в ней с самого первого вообще, в принципе, даже дня совместного проживания. Смотрите, я преподаватель в университете. Я, конечно же, устаю. У меня мужской коллектив, девушка всего одна на курсе. Она первого дня начала отмазываться. Конечно же, я осознаю, что она очень много тяжело работает. И поэтому очень сильно устает. И у нас три месяца назад состоялся очень серьезный разговор по этому поводу. Это тот скандал ты называешь серьезным разговором, да? Да, конечно же. Просто накипело уже. Ну, хорошо. Как это связано, ваши разговоры? Как связаны с сыском на 300 тысяч рублей? Вот этот вот разговор, который у нас состоялся, я четко и твердо объяснил свою позицию, что мне нужен секс гораздо более чаще, чем раз в три месяца. Потому что мне уже 42 года, я уже буду скоро старенький, и ничего не смогу. И что мне тогда делать? Я хочу душевного тепла. Отработать заранее. И вот, представьте себе, выслушав всю мою аргументацию, она мне заявляет, ну, хорошо, будет тебе интим. Ну, так я решила эту проблему. Ха! Я сейчас поясню, каким образом она решила эту проблему. Я спустя месяц прихожу в свою аудиторию к своим студентам, хочу им преподавать свой HTML и CSS. И вижу, они смеются. Над вами? Да, это же дети. Конечно же, дети. Но не только дети. Это не дети, это студенты, это полноценные члены общества. Они живут в интернете. Понимаете? И они обнаружили, что, оказывается, она разместила объявление о поиске для меня, любовницы. От вашего имени? От открытого доступа. От своего. От своего имени. От своего. Ваша честь, вот это объявление, я его распечатал. Давайте его сюда. Ищу любовницу для своего мужа. Требования. Возраст 35-40, блондинка, рост до 170, отсутствие любых ЗППП и других инфекционных заболеваний. Требуется справка. Оплата 60 тысяч рублей в месяц. Да. Я назначила вознаграждение, что здесь особенного. Человек будет работать, он должен получить за это деньги. Ты вообще, что ли, больная? Поэтому вы пишете, что встречаться с мужем на его территории нужно два раза в неделю. Да. По средам и пятницам. Меня в это время нет дома вообще. С 18 до 20. Да. Ваша честь. И отсутствие любых других контактов на стороне. Да, буду проверять. Буду тщательно проверять и так далее. Да. Чтобы, не дай бог, вот этот товарищ не пострадал от какой-нибудь тяжелой инфекции. Этот товарищ. Послушайте. Этот человек, который прожил с этой женщиной. Послушайте, о вас заботится. О вас заботится в полном объеме. Ну что вы? Радоваться надо. Я, Ваша честь, был уверен, что это просто какой-то идиотский розыгрыш. С ее стороны. Я не мог поверить, что я прожил с этой женщиной 9 лет. Потом она размещает объявление. А что, студентам признались, что это написала ваша жена? Посмотрите, пожалуйста, в этом объявлении размещена моя фотография, ванфас и профиль. Но там же не написано, что я дала это объявление. Вы знаете, Ваша честь, я преподаю информатику. Эти студенты, они вошь выкопают просто откуда хочешь. Они живут в этом интернете. Они совершенно четко и ясно раскопали, откуда и по какому, с какого IP пришла эта информация. Они докопались, они поняли, что это сделала моя гражданская жена. И все в открытую, включая педагогический состав, ржут надо мной во весь голос. Я чрезвычайно... Что смешного? Это просто отвратительно. У тебя есть хоть какие-то представления о морали? Как это повлияло на ваши права? Нарушило как права ваши? Уважаемый суд, я скажу откровенно, что практически это событие разрушило мою жизнь, мою педагогическую карьеру. И я сейчас не могу даже появляться в университете. Я залез в ее аккаунт дома, да, я залез. И увидел, что она переписывалась с моими какими-то девушками. В которых она, как в жанре эротического рассказа, описывала меня как какого-то похотливого кобеля. И вот это женщины, они должны были, значит, прийти ко мне и разместиться в определенных позах, стать плоти, плоти это белья. Послушайте, не нужно рассказывать эротические подробности. Я спросил, как повлияли вот эти объявления на ваши права? Чем они нарушены были? Мои права нарушены, потому что я, ответственный и серьезный человек со своей педагогической карьерой, сейчас оказался полностью уничтоженным этими обстоятельствами. Я теперь вынужден увольняться, искать работу. Я уже съехал от нее, я собрал вещи. Зачем увольняться? Вы расстаетесь с женой, но придите тогда, если вас так волнует вот это якобы общественное мнение, но придите вы аудиторию, скажите, я расстаюсь с ней. Она написала это для того, чтобы меня опозорить. И все, и вопрос снят. Она написала для того, чтобы меня опорочить. И снят вопрос, какие проблемы-то? Зачем приходить в суд, отнимать государственные средства, силы на такие вот требования? Ваша честь, поясняю. Я в данный момент лишен проживания, я скитаюсь по друзьям. И я фактически разрушенной карьерой своей пострадал. И я требую 300 тысяч рублей морального ущерба, ты мне заплатишь. Потому что мне надо на что-то жить. Я не смогу в последнее время. Чтобы ты забрал этот нелепый иск и вернулся домой. Я никогда не вернусь. Итак, жилье ваше или вашей сожительнице? Значит, я проживал у нее. У сожительницы, понятно. У сожительницы. Жилье ваше сдавалось. Я уже предупредил своих жильцов, чтобы они через месяц езжали. Потому что подговоры там... Все понятно. То есть жить вам есть где. Теперь у меня к вам вопрос. Ну вы что, на полном серьезе, что ли? Вот так вот это написали? Да, Ваша честь. Дело в том, что я не люблю секс. С юности такая была. И пока мои подруги скакали по мужикам, я строила карьеру. И я ее построила. Я сама заработала на две квартиры. И менять свою жизнь и доискиваться до причин, почему так, я не собираюсь. Я считаю так. Не можешь что-то выполнить? Делегируй эти полномочия. Найми специалиста. Что я и сделала. Ты больная вообще на всю голову. Послушайте. Вот что я тебе скажу. Я заплатишь за все. Ваша позиция мне понятна. И теперь давайте выясним, как вы относитесь к сексу. Ой, извините. Плохо я к нему относилась. А, я тебя выяснил. Как вы относитесь к иску? К иску как относитесь? Я считаю, что это совершенно нелепый иск, и я его не признаю, Ваша честь. То есть вы считаете, 300 тысяч рублей не подлежат взысканию с вас, да? Не подлежат абсолютно. Потому что я старалась для своего гражданского мужа. Для его благополучия. И, между прочим, многие женщины со мной согласны в этом вопросе. Я отсмотрела около ста кандидаток. А именно 94. То есть 94 женщины не считают меня сумасшедшей. А мой гражданский муж считает... А что, это обычная практика в интернете? Теперь искать своему мужу женщин? Любовниц? По правде говоря, меня не интересует, как делают другие. Есть наша семья, есть наши взаимоотношения. Была наша семья. Никаких отношений с тобой больше не будет никогда. Как решать наши проблемы? Только мы сами можем определиться. Послушайте, ну вот итогом вашего объявления является уход вашего сожителя от вас, ваше одиночество, проблемы у сожителя, возможно, хотя я не очень считаю, что это все-таки накрученное, наверное. Согласна с вами. Чересчур сильно. Но все-таки какие-то проблемы, может быть, насмешки были на работе. Вот объясните, зачем? Может быть, надо было сначала подумать, а потом уже объявления размещать? Я очень хорошо все обдумала. Ну, хорошо, теперь суд удаляется для того, чтобы подумать, какое решение вынести. Прошу всех встать. Далее в программе. Ну, где же такие телефоны за 120 тысяч? В магазин. Такой телефон даже в руки страшен взять. Не бери. Если соседом оказался занудный борец за чистоту, порядок и тишину в подъезде, пиши пропало. Ведь для него дружеские вечеринки с пьяными песнями и танцами всегда вне закона. О, какая барынька. На такси она поехала. Скажи спасибо, что я эконом вызвала. Пенсионерам проезд бесплатно. Это ты пенсионер. Ко мне до пенсии еще идти, идти. Баянист спал со всеми солистками хора, которым руководил. Женщины узнали об этом и передрались. Я уже нашла трех девочек, которые согласились выполнить эту работу. Я бы тебя познакомила с Дмитрией со дня на день. Ты бы выбрал одну, ты бы знаком был. Просто ты угробила. Угробила наши девять лет совместной жизни. Нет, это ты их угробил. В преамбуле закона указано, что действие этого закона не распространяется при обработке персональных данных физическими лицами. Исключительно для личных и семейных нужд. Вот ваша сожительница доказала, что распространяла эти фотографии для личных и семейных нужд в ваших интересах. Поэтому правовых оснований для удовлетворения ваших требований о взыскании с ответчицей 300 тысяч рублей, на которые вы хотите устроить свою жизнь и переезд на новую квартиру, не будет удовлетворен. Решение понятно вам? Так точно. Это хорошо. Окончено слушание дела. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Мне очень жаль, что Вероника так и не осознала, что она наделала. Никакой морали, никакой нравственности в ней не существует. Она убила 9 лет моей жизни. Я уверена, через 5 дней и он, и его студенты, распрекрасные, все забудут. Он вернется домой, и все у нас будет по-прежнему. Вы уверены, что никому ничего не должны? Я ему ничего не должен, абсолютно. А может быть, кто-то не торопится возвращать деньги вам? Я думаю, никаких денег я не верну. В этом суде каждый получит свое. Вы просили сделать по закону, я сделал. Дела судебные. Деньги верните. Работаю я один в семье, а полмиллиона накопила моя теща. На нашем телеканале. Истец требует возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда. Ответчик признает иск частично. Уверен, что нарушительница тишины может обойтись телефоном попроще. Кушаю вас. Ваша честь, я требую материальную и моральную компенсацию с ответчиком моего соседа по подъезду. 20 тысяч за телефон, 20 тысяч на моральный вред, и 120 тысяч это телефон. Этот с виду милый дедок совсем больной на всю голову. Он на меня и мою подругу просто так ведро воды вылил на голову. И все бы ничего, если бы это ограничилось малоприятным душем. Но я бы тоже ограничилась длинной матерной речью. Я еще не знала тогда, что это он. И вообще мне было очень интересно, кто это у нас такой в подъезде смелый. Я была с головы до ног все мокрое. Не успела еще протереть глаза, чтобы посмотреть, кто это. На третьем, пятом, седьмом этажах свет не горел. Да и в принципе мало где горел свет. Окна тоже были закрыты везде. Я решила сама провести расследование, но оно не потребовалось. Он явился на порог ко мне в 7 утра. И мол заявляет тебе наказание за твое поведение. В следующий раз помой на тебя лить буду. Да кто он такой, чтобы наказывать меня как-то и вообще оценивать мое поведение? Ну я ему сказала, дуй отсюда, а то рассыпешься. Я еще тогда сначала не знала, что у меня с вещами, с телефоном. Неужели такие женщины могут такие слова говорить? Какие-таки слова? Такие не верятся даже. А какие такие слова? Дуй отсюда, а то рассыпешься. Ну а как по-другому с ним разговаривать? Ну как? Извините, гражданин. А с чего это я так должна разговаривать с человеком, который на меня воду вылил? То есть вы считаете, что можно именно так, дуй отсюда? Да. Можно было еще похуже. Я так считаю. Кто имеет право воду лить? Не имеет права. Воду лить не имеет права. Согласен. Ну, мы, получается, с подругой стояли на улице, разговаривали возле машины, на которой лежала сумка, она была открытая. И когда я вытирала себя, искала салфетки в машине, чтобы как-то вытереться, не заметила, что моя сумка превратилась в тазик с водой, а в ней плавающий телефон. Я зашла домой, вытащила уже просто все вещи из сумки, не было сил, времени для того, чтобы проверять, что там случилось. Я легла спать, перед этим приняла только горячий душ, чтобы согреться. В 7 утра, когда он заявился ко мне на порог, у меня не было желания устраивать какие-то разборки. Но когда я выспалась и поняла, что телефону каюк, я тогда уже пошла устраивать ему головомойку. Но он мне даже двери не открыл. Я зашла к участковому, рассказываю ему, мол, так и так. А он, сама виновата, нечего было шуметь. Ну, а кто шумел? Мы просто с подругой разговаривали, стояли. Тихо, спокойно, никому не мешали. Он мне, просуши телефон в банке с рисом и пользуйся. Зачем мне уже такой попошенный? Это участковый говорит, да? Участковый говорит, да. А почему с рисом? С рисом? Ну, наверное, потому что рис влагу впитывает хорошо. Так вот, телефон мой стоит 120 тысяч. Как бы это не шутки. И в рис я не собираюсь его закидывать и сушить. Как бы у меня это ни к чему. А что, не работает? Пускай мне выплачивают компенсацию. Не работает, не включается. Есть... И справка есть? Да. И справка о стоимости есть? Есть, все есть. Телефон 120 тысяч. Вы богатый человек. Телефон за 120 тысяч. Работало много. Для того, чтобы иметь такой телефон. Хочу, чтобы мне выплатили компенсацию, и я куплю все новое. Это будет правильно и по закону. Понятно. То есть вред 120 тысяч рублей. А компенсация морального вреда? Морального вреда 20 тысяч. За то, что меня вылили воду. Я замерзла. Вся мокрая стояла. А вода попала только на вас? На меня и мою подругу. А где подруга? Подруга не так сильно пострадала. Почему она не пришла свидетелем? Ну, у подруги моей все нормально. Ничего с ней не случилось. Телефон у нее тоже в порядке. Ну, ладно, ответчик. Представьтесь. 120 тысяч рублей вред имуществу и 20 компенсация морального вреда. Ваша честь, с сыском я не согласен. Абсолютно не согласен. Тем более с моральным вредом. Ну, где же такие телефоны-то за 120 тысяч? В магазине. Такой телефон даже в руки страшно взять. Не бери. Передайте, пожалуйста. Такой страшно даже взять в руки. Послушайте, воду-то лили. Воду лил. Мах, лили? Лил. Лил воду, не отрицаю. Так, воду-то уже хорошо, что не отрицаете. Говорите правду. Я могу продолжить? Конечно. Вот это взяла заразу по ночам гулянки устраивать, там шум под окнами. А люди спят в это время. Какие гулянки? Дмитрий Николаевич, скажите мне, вы иск признаете? Иск? Абсолютно нет. Совсем не признаю. Вы вылили воду, попали на истицу? Воду лил, не отрицаю. Попали? Попал, не попал, я не знаю. Как же не знаю? А зачем же вы в 7 утра приходили? Чтобы наручение прочитать. Так она вообще никакая была. Я не знаю даже. Что значит никакая? А ты какой? Может, она в это время купаться решила вместе с телефоном совсем. Как это? Надо удовлетвориться с четвертого этажа, воду лить и именно на телефон попасть. А зачем воду-то лили вообще? В принципе. Туда могли только капельки попасть. Зачем лили воду? Чтобы образумить ее. Чтобы она хоть немножко протрезвела. Как вы что? Вы вытрезвитель, что ли? И чтобы она пошла, хоть просохнула она там. Просохла. Пошла к себе полностью. Вы вылили воду, чтобы она потом просохла? Да. Просохла. Вытери, чтобы домой пошла просушиться. Зачем выливали воду из чего, лили-то хорошее? Вразумите ее. Вразумите, чтобы она шумела там со своими друзьями. Ах, так она шумела. Так кто шумел? Ты вообще глупой. А что она шумела? Как ты мог услышать, что кто-то что-то шумел? Помолчите. Вас никто не перебивал. Приехали на двух машинах. Я могу продолжить? Приехали на двух машинах. Шум. Голам, как говорится. Мат, перемат. Выпивка. Шум вообще. Невозможно спать. Неужели, неужели юстиция материлась, нецензурно выражалась? Еще как. Да не похоже. Вы умеете, вы умеете, вы умеете, вы умеете. Но я же не то и в этом, я не слышал. Слова? Умеем иногда. А в данном случае выражались? В данном случае я не помню, что вообще там было. Мы как бы с подругой просто общались. О чем общались и какие слова употреблялись. А вы приехали на двух машинах? На двух машинах. Кто за рулем был? Я. Вы за рулем. А за рулем второй машины? Там были другие друзья. Понятно. А подруга где ехала? Подруга со мной была. И вы прощались? Ну да. Мы просто стояли, общались, разговаривали. Те уже уехали. Достаточно. Но обычно разговаривали. Когда уехали? Когда они уехали. Я отправляю предложение банкета. Я еще не пьяный, говорит. И начала. Музыку вовсе включила. Галдеет начала. Что ты берешь? Что мне здесь делать? А где она включила музыку? У себя была там. Где там? У них была музыка. Где у них? Магнитола была. Где магнитола была? Магнитола была на земле. На земле была магнитола. Стояла на земле магнитола? Да. Магнитола. И под магнитолу они разговаривали вдвоем с подругой? С подругой разговаривали. Вот сумасшедшие. Две машины уехали. Две машины уехали. Потом она одна осталась, подруга, видимо, уехала. А магнитола тоже осталась? Осталась магнитола. Она же говорит... А вы когда вылили воду? Когда подруга уехала? Когда подруга уехала уже. То есть, когда была истица одна? Одна. Я требовал продолжения банкета еще. Я не пьяная. Хочу музыки. А кому говорила истица продолжения банкета, если она одна осталась? Всему, видимо, всему кварталу, может, говорила. Всему кварталу говорила. Что он за чувства взял? Ваша честь. Всему кварталу говорила. Это действительно смешно. Вы в полицию заявляли? О чем? О порче имущества? Ну да, я же говорила. Пришла к участковому. Он мне сказал, что я сама виновата. Но ведь справки-то нет. Он не принял заявление. Он ничего сказал. Сама виновата на тебя. Заявление есть от соседей, что ты шумишь. Понятно. Вы писали заявление? Я писал заявление. В полицию? Два раза писал. До этого еще писал заявление. В этот раз писали заявление? Тебе нужно было быть поэтом. В этот раз писали заявление? В этот раз не писал заявление. Просто обошлись водой? На данном случае водой. Время-то еще мало прошло. И из чего лили-то? Взял уже 12-литровое ведро. Оцинкованное, понимаете, 12-литровое. Взял воды, налил, сколько мог поднять. И прямо на голову ей. Хотел на голову попасть. Попали? Откуда я знал? И как она говорит? Попал, попал. Откуда я знал, что там у нее на капоте стоит, допустим, сумочка с открытым верхом? А если бы ведро вообще уронил? И я тут на машину попала? А что же вы не увернулись-то? Вы были трезвые. Вы требовали продолжения банкета. А увернуться от чего? От воды? Я же не вверх смотрю. От воды? Я же не вверх смотрю. Доходы какие у вас? 21 тысяча 300 рублей. Это пенсия. 21 тысяча 300 рублей пенсия. Из них 6 тысяч с гаком может. Иногда вот по временам есть так. 6 тысяч с гаком. Это коммуналка, ЖКХ, так? 7 тысяч это на лекарства. И что останется уже там на еду и самой такой необходимости. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. О, какая барынька. На такси она поехала. Скажи спасибо, что я эконом вызвала. Пенсионерам проезд бесплатно. Это ты пенсионер. Ко мне до пенсии еще идти, идти. В народном хоре русской песни разыгрались нешуточные страсти. Женщины ради сольных партий готовы на все. Даже переспать с баянистом, руководителем коллектива. Присаживайтесь. Оглашается решение суда. Вот слушал я вас и вспоминал слова Булгакова о том, что милосердие неожиданно и коварно проникает в самые узенькие щелки. Вот в данном суде милосердие не проникнет. Несмотря на то, что пенсию у вас 21-300 и лекарства на 7 тысяч, и 6 тысяч еще и коммуналка не проникнет. Потому что закон нарушать нельзя. Потому что нельзя самоуправничать. А безнаказанность приводит к еще большим последствиям негативным. Поэтому с учетом доказанности вашей вины воду выливали, с учетом доказанности материального вреда, с учетом доказанности того, что женщина страдала в результате ваших виновных действий, иск удовлетворяется в полном объеме. И взыскивается с вас 120 тысяч рублей в качестве возмещения вреда и компенсации морального вреда. И вот теперь, после того, когда решение вступит в силу, получите исполнительный лист, будете думать, стоит ли самоуправничать или нет. Решение суда понятно? Понятно. Окончено слушание дела. Решение суда. Иск удовлетворить. Ну что, я своего добилась, пускай выплачивают, но теперь 120 тысяч, если я куплю самый крутой телефон. Ну откуда я возьму эти 120 тысяч рублей? Ну 5 лет она будет ждать, 10 лет, и еще, может, еще сколько же лет будет ждать. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Кто виноват? Она виновата. Татьяна. Она виновата. Если вы не можете вернуть свои деньги... Обещала мне все вернуть, а сам взял и помер. Негодяй какой. Если семейный скандал вот-вот превратится в развод... Ты 8 раз изменил и заявляешь это в суде сейчас. Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Наследуются и имущества, и долги. Как так? Вот так. Гражданский кодекс. Это бесплатно. Истец просит деньги за унижения и страдания, которые ей причинила участница хорового коллектива. Ответчик утверждает, что не виновата в позоре истца и ее уходе со сцены. Слушаю вас. Ваша честь, Людмила нанесла мне ущерб здоровью и моральный вред. Я хочу, чтобы она мне выплатила все эти деньги, которые я затратила. На лечение я потратила 5800 рублей. На возвращение домой на такси я потратила 4906 рублей. И моральный ущерб я хотела бы, чтобы она выплатила в размере 100 тысяч рублей. О, какая молодец. Вот мы с Людмилой занимаемся в хоре народной песни при нашем Доме культуры. Я пришла не очень давно туда. До меня Людмила исполняла все сольные партии в песне. Когда я пришла, наш руководитель посчитал нужным, чтобы сольные партии исполняла я. На следующий год наш коллектив должен подтвердить звание народного. А чтобы подтвердить это звание, нужно обязательно быть призером областных конкурсов. Очередной конкурс, на который нас пригласили в область, состоялся 17 сентября. Ну и я когда туда еду на какой-то конкурс, на какие-то выездные концерты, всегда с собой беру термос с теплым чаем. И в этот раз тоже я взяла термос с теплым чаем. И перед выступлением выпила чашечку чая. Вскоре нас пригласили на сцену. И вот только баянист наш руководитель заиграл. И уж извините, пожалуйста, за подробность. У меня так стало нехорошо. У меня схватило живот. И я начала петь. И понимаю, что я не смогу допеть. Мне нужно выйти со сцены в туалет. Я сначала не поняла, потому что я рацион всегда свой продумываю, особенно перед выступлением, чтобы ничего лишнего не было. И в этот день все так же было. Я из туалета не могла выйти час, наверное. Я там и плакала, и рыдала. А вместо вас вышла ответчица продолжать? Да, да. Но как приз-то получили-таки? Да, третье место. А если бы я ее раньше в туалет отправила, первое бы занято. А со мной было бы первое место. Ну вот она, видимо, хотела звездануть на этом конкурсе. И так вот сделала. Не звездануть, я хотела спасти свой коллектив. Спасти. Так вы еще понимаете, в чем дело? Когда домой все собрались, я не могла ехать в автобусе, потому что мне все продолжало нехорошо. Все хотели на волю? Да, все хотела на волю. И мне девчонки вызвали скорую. И она, наверное, думала, что я придуряюсь. А когда я привезли меня в больницу, врач поставил мне диагноз обезвоживания организма. Вот у меня есть выписка из врача. Там я лежала два дня. И мне пришлось покупать лекарство для капельницы, на которое я израсходовала 5800 рублей. Вот тоже у меня все чеки сохранились. И на третий день врач посчитал возможным выписать меня. Я все-таки побоялась на автобусе ехать. Села на такси и приехала домой. Израсходов за это 4906 рублей. О, какая барынька. На такси она поехала. Скажи спасибо, что я эконом вызвала. Пенсионерам проезд бесплатно. Это ты пенсионерка, а мне до пенсии еще идти истек. Послушайте, ну человек плохо себя чувствовал. Если ты мне не подсыпала ничего, я бы благополучно со всеми бы уехала бы. Итак, вы нравственно страдали. Передайте, кстати, мне документы. Вы подтверждаете, да, что подсыпали слабительное. Это что такое в пакете? А это лежат чеки. Я просто все вместе их сложила на лекарства. Это вот столько лекарств. А там, понимаете, как получилось? Капельницы, антибиотики, антидепрессанты. В общем, он мне напишет. Тут килограмм только чеков. Вот такая барыня у нас, вот такая барыня приехала. А это я не по своей области. Все выписки врача, все эти лекарства прописаны. Там не лишние таблетки даже нет. Это я себя еще маленькую сумму запросила за моральный ущерб. Вот такой я мальчиш-плохиш, да? Так. И гордиться нечем абсолютно. Ну хорошо, давайте мы теперь вас выслушаем. Ну вот раньше, раньше в коллективе я была. Это солирует, солирует. А я запевала, запевала в каждой песне. Пела нехорошо. Мы народный заслужили без нее. Это приехала барыня сначала. Сначала хорошо мы с ней жили, да. Она все, Люсенька, 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 Люсенька. Я ей огурчики, я ей помидорчики. Так потому что ты меня стала ненавидеть, конечно, Люска. Да, я признаю, что я ей подсыпала слабительное. Пусть сидит в туалете, там ей место. 5 800, то, что она потратила, я это ей отдаю на твои деньги. Не нужны мне твои деньги абсолютно. Все, что мне суд присудит тебе, вот ты их полностью и заплатишь. А на такси еще 100 тысяч. Нет, это пусть, это не буду платить. Нет, вот заплачу 5 800. А это как суд решит, так и пусть. Послушайте, послушайте, минуту, минуту. Вы сейчас признали, что совершили противозаконные действия. Мало того, что человек вынужден был лечиться и потратить деньги свои, человек еще и нравственно настрадался на самом деле. Согрешила. Но если бы вас выгнали бы сейчас со сцены таким образом, вы бы страдали или радовались бы этому, а? Ну, согрешила. Скажите, страдали или радовались? Ну, страдала бы. Страдали, а почему же вы тогда отказываетесь возмещать? Я его смещу, вот за больницу, за все это. Вы говорите сейчас за таблетки. А я говорю сейчас о такси. Человек не мог ехать на автобусе. А такси пусть едет на автобусе. Не такая уж барыня. Вот прям барыня приехала. Хорошо. Какой состояние здоровья позволил транспорт, такой я и выбрала. Вот то, что человек переживал. Ушел со сцены, сидел в туалете, да не один раз. И прочее, прочее, прочее. Какой ей моральный вред? Нет, она пришла в наши кредиты, теперь все... И вот я знаю, почему так. И все у нас поменилось. Как вот она приехала, и наш руководитель... Я знаю, я знаю, что там. Она с ним спит. Руководитель мужчина. А ты видела? Не видела. Да это как ничего тогда и говорить. Да, у нас очень хорошие отношения теплые. Люсенька, Люсенька, ну я жил в двухкомнатной квартире, у меня там дочка, внучка, куда я... А у нее квартира свободная, вот она их приглашает. Послушайте, ну разве это право дает вам подсыпать какие-то лекарства, вредные для здоровья? А? Ну как можно это делать? Ну я больше не буду подсыпать. Я понимаю, что вы больше не будете, потому что понесете ответственность. А если бы человек погиб, не приведи Господь, а? Тогда бы сели бы в тюрьму. Да ее ничем не удушишь. Она петь-то совсем не умеет. Вот она сейчас кичится этим, я пою, я пою. А что не поешь-то? Спой, пусть послушают. Я пою тоже, я хорошо пою. Подождите, третье место заняли, вместо вас. Ваку, 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 ваку! Да ты тебя орешь и не поешь. Ваку, 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 ваку. Ваку, 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 ваку. хора. И он расскажет, как она меня ненавидит и какие еще козни против меня она строила. Пригласите свидетеля, пожалуйста. Свидетели Сава, идите. Ох, какая колоритная личность, а? Да, да. Вы руководитель хора? Да. Представьтесь. Беседин Борис Валентинович, руководитель хора. А зачем вы с Баяном? Да у меня репетиции одна, другая, поэтому он всегда со мной. Не могу его оставить. Ну и что вы хотите сказать? Ваша честь. Дело в том, что Людмила, вот как только Нина появилась в коллективе у нас сразу к ней нехорошо отнеслась. Я вот распечатываю все листочки с текстами песен. Ну, дело в том, что у нас контингент такой, что не у всех есть компьютеры, принтеры дома, да, что там говорить. Даже у многих кнопочные телефоны. Так бы можно было скинуть там. В основном женщины? Да, да. Вот. Ну и Людмила, вот эти все листочки потихоньку незаметно у Нины не только я, не только. она забирала. Нет, и только ты забирала. Наши все девчонки прятали от нее листки. Никто не прятал. Приходила неподготовленная. Ну, как бы мелочь, но все же неприятно. Вот. А тут еще так получилось, что мы костюмы заказывали. И, в общем, Людмила каким-то образом взяла, подправила все мерки. Ну, портнихе отдавали листочек, а она там подписала. А она мне вот меньше пирожков надо есть. Не-не, ну, шили платье такое, которое она не смогла влезть. Самого маленького размера. Ну, и ладно, там как-то успокоилась. А то, что не хочет, вот учинила вредительство здоровью. Откуда вы знаете, что именно Людмила учинила это вредительство? Да как же, Ваша честь? Мой сын-то поехал туда. Спрашиваю. Да, в общем, тут была ситуация. Ну, так какая? Ну, провели расследование, потом вот Нинин. На камере все видно было. Да, посмотрели на камерах, есть доказательства. Сын ее ездил, все разузнал, все показали. Что, прям подсыпала какую-то отраву? Да, да. Там у нее, ну... Пузыречек из кармана достала и в мой термос вылила. Это на камере все было видно. Вы это видели? Я не вас спрашиваю. Простите. У нас допрос свидетеля. А вы подсказываете свидетелю. Вы видели, что пузырек Людмила выливала? Ну, на видео видел. Видели, на видео, понятно. Сын привез все доказательства. Какие были последствия у ИСА? Денек она там поэты отлежалась, ну, вроде все восстановилось, вот. Ну и, девчонки, мне уже вот как-то надоели ваши эти все дрязги, склоки. Да вы же хорошо поете. И у меня и предложение. Давайте сейчас споем с вами нашу любимую песню. Ишь какой, вот какой, да? Ручья, парня молодого полюбила я, парня полюбила на свою беду. Ох, не могу открыться, слов я не найду. Не могу открыться, слов я не найду. Спасибо. Спасибо вам за ваше творчество. А я пойду работать в совещательную комнату. Объявляется перерыв на вынесение решения. Прошу всех вставить. Присаживайтесь. В хорошем настроении, под песни, пляски суд вынес, надеюсь, законное, справедливое и обоснованное решение о взыскании соответчицы заявленной суммы в полном объеме, потому что вред был доказан, человек нравственный и физически страдал. И вы должны благодарить истицу, что истица не направила заявление в полицию, дознание, потому что привлекли бы к ответственности. Окончено слушание дела. Прошу всех встать. Двух прим в коллективе не может быть. Раз Людмила так со мной поступает, я в долгу тоже не останусь. Она в долгу не останется. Я тоже не знаю. Она петь-то не умеет. Одни пирожки печет. Пирожки печет, печет, все разносит. Ти-ти-ти-ти-ти-ти, Люсенька, Люсенька, ну, тоже в долгу не останусь. Очаровательные девушки делают из мужчин банкротов. У меня очень сложная финансовая ситуация. Так это твои проблемы. Нам нужно затраты немножко сократить. Ну, сокращай. Лучшие друзья занимают и не возвращают деньги. Антон, ты меня режешь просто вживую. Инструкция, как не стать жертвой. Он просто ищет какого-то лоха, чтобы поймить денег. От Дмитрия Агреса... У вас был два варианта. Цивилизованный и преступный. Вы выбрали почему-то преступный. И Николая Бурделова. Суд определит, кто винуен. Дела судебные. Деньги верните. Смотрите и запоминайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА